Наша музыка. Наша. Сегодня мы смотрим выставку «Реконструкция шума в Политехническом музее». Выставка посвящена шумовых дел мастеру Владимиру Александровичу Попову, который внес большой клад в воззвучание театральных постановок. На ваших экранах первая виниловая библиотека звуков. С помощью чего создаются звуковые спецэффекты, узнаем прямо сейчас. На породе нас встречает крахмальная дорожка, матрас с подушечками, набитыми крахмалом. Хрустит так, будто по снегу идешь. Кирпичи и металлические прутья помогут озвучить работу каменщиков. Ткацкий станок зазвучит с помощью деревянных плашек, на которые накручены металлические детали. Услышать скрип колодезного ворота нам поможет такое устройство. А пылесос нужен, чтобы озвучить пылесос. Оказывается, голос паровой машины похож на колесо, которое трется о щетку. Стрелы втыкаются в цель с таким звуком. Но как он делается? Как получить гром в студии? Для этого надо потрясти лист железа. Сыпучие звуки живут в этом большом ящике. На экране герой взял меч и разит им врага. А за кадром происходит вот что. Если в ход идут тяжелые мечи, тогда звукорежиссер подносит микрофон к такой конструкции. Катится танк. Как его озвучить? Вот какое устройство имеется для этих целей. А если постучать по этому столу, то мы услышим, как лязгают гусеницы танка. Марширует полк. Чеканит шаг. Строчит пулеметчик. А за кадром это выглядит так. Голос истребителя. Это лист железа, по которому ездит моторчик для гравировки. У бомбардировщиков другой голос. Гул моторов можно услышать в листе железа, по которому бьют обернутый войлок киянкой. От топота копыт пыль по полю летит. А вот как получают звук топота копыт. Но это не все секреты выставки. Остальное вы увидите сами в Политехническом музее. Наши.